Итак, здравствуйте, уважаемые коллеги! В этом видео я познакомлю вас с модулями ANSYS Workbench и ANSYS CFX в частности. Итак, модуль ANSYS Workbench. Значит, модуль, по сути, это рабочий стол, в котором представлены практически все модули, все программы, которые входят в пакет ANSYS. Здесь мы видим некие блоки, которые состоят из группы модулей, то есть такие блоки, как моделирование газодинамики, расчет на прочность, расчет температур и так далее. И также есть отдельно компоненты, то есть это уже элементарные модули, из которых как раз-таки и собраны вышеупомянутые модули. То есть здесь они называются ANALYSYS SYSTEMS и COMPONENT SYSTEM. Нас интересует модуль CFX, Fluid Flow. Чтобы его добавить на рабочее поле Workbench, нужно левой кнопкой мыши перетащить. Мы видим, что этот блок Fluid Flow состоит из элементарных модулей. Модуль Geometry, модуль Mesh, Setup, Solution и Result. Пройдя все вот эти этапы последовательно, мы в итоге получим результат. Результатом будет являться решение некой задачи, допустим задачи газодинамики, течения жидкости или газа в каком-то определенном объеме. Название этих модулей, оно немножко отличается здесь в Workbench и отдельно от модулей, которые установлены у вас на компьютере, когда вы устанавливаете ANSYS. В частности, модуль Geometry, это модуль называется Design Modeler, модуль Mesh, ну он так и называется, но есть несколько разновидностей. Вот эти три модуля, Setup, Solution и Result, они представляют себя отдельный модуль CFX. И мы видим, что эти модули называются, соответственно, CFX Pre, это Pre-процессор, где задаются условия задачи. CFX Solver, где происходит решение задачи, как правило, без участия пользователя. И CFD Post, это модуль обработки результатов, в котором вы рассчитываете какие-то параметры уже, значит, замеряете там давление, температуру и снимаете различные поля, то есть, вот эти вот разноцветные контуры, которые показывают вам характер течения. Также есть модуль TurboGrid, это модуль для создания сеток лопаточных машин. Он также относится к модулю CFX. Итак, чтобы начать работу с ANSYS Workbench, ну, во-первых, необходимо добавить интересующий нас модуль и первым делом сохранить проект. Сохранить проект, имя должно быть полностью на английском языке. Начиная с Windows 7, такой проблемы нету, в частности, когда речь идет, допустим, о папке загрузки, там и так далее. Самое главное, чтобы имя компьютера было на английском языке. Если оно на русском, то у вас, ну, просто ANSYS, не будет некоторой компонентой ANSYS работать. Ну, сохраним как-то проект, допустим. Дадим название. Путь у меня полностью на английском языке. Вот F, ANSYS и имя файла TEMP. Вот мы сохранили проект. И сейчас я вам покажу просто интерфейс отдельных модулей. Так, модуль Geometry запускаем двойным щелчком. Либо правой кнопкой можно нажать, и вот вылезет New Design Modeler Geometry. То есть, Design Modeler это как раз название модуля. Также есть еще вот другие модули. Ну и геометрию также можно импортировать. Мы запускаем Design Modeler. Design Modeler. В этом модуле можно как создавать геометрию, так и импортировать уже готовую геометрию. Как правило, сложная геометрия, она импортируется, потому что возможности этого модуля, они ограничены. Тут он больше заточен под подготовку для решения той или иной задачи. Но этот модуль нужно отдельно рассматривать. Хочу отметить, что в принципе ANSYS можно изучить самостоятельно. Тут везде есть хелпы. То есть, в любом модуле, в любой программе у вас есть хелп. И в общем-то, все эти хелпы связаны в один или несколько файлов. Допустим, мы зашли в Help ANSYS Workbench. И вот тут расписаны все модули, в частности, допустим, модуль CFX, CFX Tutorials. И вот здесь мы можем увидеть обучающие упражнения для моделирования в различных системах. Допустим, миксер, смеситель, то есть, значит, введение в ANSYS CFX. Как правило, эти обучаловки, они не столько описывают решение задач, они еще попутно объясняют интерфейс, обучают различным приемам. Задачи, как правило, здесь несложные. Задач достаточно много. По сути, решив все вот эти задачи, вы сможете стать достаточно продвинутым пользователем ANSYS CFX, ну и других модулей. То есть, здесь вот по каждому модулю, по каждому модулю у нас есть обучаловки, и можно разобраться с самому. Единственное, все это на английском языке, но проблем особых нет. Также, вот в частности, наш модуль Design Modeler. Здесь можно посмотреть различные уроки. Но, если вы Design Modeler не хотите работать или у вас нет времени, проще, конечно, геометрию подготовить в сторонней программе, такой как Compass, SolidWorks, Unigraphics или другие. Если у нас геометрия готова в сторонней программе, мы открываем Design Modeler и можем импортировать геометрию. Сейчас я посмотрю, что у меня есть. Вот есть некая модель формата Parasolid, я ее импортировал. И чтобы она появилась в графическом окне, нажимаю кнопку Generate. Это у меня геометрия, скажем так. По-моему, это просто статический завихритель, то есть он не вращается. Следует отметить, что в программе CFX при моделировании газодинамики мы должны рисовать не твердое тело, а мы должны как бы твердое тело вычесть из объема, то есть мы должны нарисовать по сути объем газа. В данном случае нарисован цилиндр, нарисована модель завихрителя и объем завихрителя вычтен из объема цилиндра. И уже в этом объеме у нас в следующий этап это строится сетка. Я нажимаю сохранить. Следующий этап это будет построение сетки. Вообще построение сетки, этому лучше посвятить отдельный видео урок, поэтому сейчас я вам открою готовый проект и покажу. Вот тот самый завихритель. Итак, вот геометрия у нас импортирована, теперь заходим в модуль построения сеток. Также двойным щелчком или правой кнопкой мыши и нажимаем edit. Открывается сетка. Так, у меня здесь указано сечение, из-за этого мы видим только часть. Сейчас я это удалю. С интерфейсом здесь тоже нужно знакомиться отдельно. В частности, такой способ, чтобы посмотреть как построена сетка. Давайте мы сразу увеличим. Видите, сетка измельчена вдоль лопаток, вдоль пограничных слоев. С помощью секущей плоскости Section Plains я ее удаляю. Вот как выглядит наш объем. То есть сетка построена в объеме. Вот так выглядит сетка. Также в сеточной модели я задаю имена границ, вход, выход, стенка и завихритель. Это будет удобнее мне в дальнейшем, чтобы задать граничный слой уже при процессоре, в CFX-PRE. Давайте посмотрим статистику сетки. Сетка у нас состоит из 503 150 элементов и 151 478 узлов. То есть узлы это точки, а элемент это объемный элемент. В данном случае у нас сетка тетраэдрическая, с пограничным слоем вдоль стенок. Пограничные ячейки представляют себя, если вы догадываетесь, уже это треугольные призмы. Треугольные призмы, вот треугольник в основании и призмочка. О сетках мы отдельно поговорим в другом видеоуроке. Закрываем модуль MESH. Дальше, опять же, нам нужно уже перейти к заданию граничных условий. Я специально вывел модуль MESH отдельно. Я могу его перетащить в модуль Fluid Flow. По сути, мне достаточно было загрузить только модуль Fluid Flow. Но я сетку строю отдельно, отдельно строю сетку в Workbench, а моделирование для некоторых задач удобнее проводить, отдельно запустив модуль CFX. Ну, это связано с тем, кому как удобнее, но есть определенные преимущества, мы в дальнейшем об этом тоже поговорим. После того, как перетащили сетку, необходимо обновить данные, чтобы сетка подгрузилась в препроцессор. Сейчас увидите, что изменится. И вот здесь еще обновим. У нас вот этот значок вопроса в сетапе должен поменяться. Видимо, здесь еще нужно обновить сетку. Но это не проблема. Теперь у нас появился вот этот вот значок обновления в сетапе. Это значит, что появились какие-то исходные данные для препроцессинга, то есть для задания граничных условий. Когда мы заходим в модуль сетап, у нас открывается автоматический CFX Pre. Вот видите, он все равно в Workbench, он как бы открывает тот же самый модуль CFX Pre. Вот у нас импортировалась модель, сеточная, и мы уже находимся в интерфейсе CFX Pre, в отдельном модуле, где задаются граничные условия. Я сейчас опять же открою готовый проект, этот модуль я закрою. И также я закрою Workbench, поскольку у меня дальше проект решен отдельно в модуле CFX. Итак, мы запустили отдельно модуль CFX и снова запускаем модуль CFX Pre. И открываем готовый проект. Значит, у нас имеется расширение CFX, это модуль препроцессора. Расширение DEV, это модуль решателя солвера. И расширение RES, это модуль результатов постпроцессинг. Ну, названия файлов, они, как правило, отражают какие-то параметры задачи. То есть, задача это параметрическая. Скажем, сдается, в частности, расход воздуха. Ну, расход жидкости в общем случае. Это может быть как жидкость, так и газ. То же самое можно сделать и в Workbench. Более того, преимущество Workbench, там можно задать параметрический анализ. И не создавать отдельно вот такие файлы. Но об этом мы поговорим в отдельном уроке. Это, конечно, удобно, но свои плюсы от работы в CFX они есть. Открываю любой проект. Вот мы видим граничные условия. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь задано. Нас интересует, в частности, вот этот вот блочок. Default Domain. Заходим в него. У нас здесь задано свойство жидкости вода. Отпорное давление. То есть, от давления, относительно которого считаются все единицы. Одна атмосфера. Температура. Это по стандарту 288,15 кельвина. Это стандартное атмосферное условие. Модель турбулентности. SST. Широстресс. Транспорт. По умолчанию, как правило, стоит модель Кэпсилон. Ну, Кэпсилон подходит для большинства задач. Но для задач, где есть зоны завихрения, подходит модель SST или Широстресс Транспорт. Но для нее есть определенные требования сетки. То есть, сетка должна быть мельче, особенно в пограничном слое. Граничные условия. На входе задается расход 5 кг в секунду. На выходе задается нулевое относительное давление. То есть, у нас есть система отсчета. Это одна атмосфера. Значит, избыточное давление 0. Следовательно, на выходе, по сути, одна атмосфера. На стенке задается граничное условие. No sleep. То есть, нет проскальзывания. Это гипотеза прилипания пограничного слоя. То есть, скорость потока на стенке равна нулю. И на стенке цилиндра также задается отсутствие проскальзывания. Значит, в параметрах решателя слоя мы можем здесь задать максимальное число итераций. То есть, по истечении вот этих трехсот итераций у нас автоматически завершится расчет. Либо он завершится по достижении точности. В данном случае это 10 минус пятой степени относительная погрешность по каждому из параметров. То есть, не более 10 минус пятой. Я закрываю. Никаких изменений вносить не будем. Дальше запускается решатель. Решатель. Ну, в частности, вот запустим, допустим, вот этот файл. У нас пойдет расчет. Запускается расчет. Здесь вот описаны различные данные. Вот пошла первая итерация. Пошла первая итерация. Отдельно о решателе, если захотите, мы поговорим в отдельном видеоуроке. Сейчас я остановлю решатель. Ну, давайте дождемся двух-трех итераций, чтобы графики нарисовались. Вот этот график Momentum and Mass. Это средневзвешенные невязки. По трем компонентам скорости и по давлению. Давлению. Осредненному по массовому расходу. Параметры турбулентности. Параметры турбулентности именно модели, которые мы выбрали. И функция стенки. Ну, или Y+, так называемый. Если можно так назвать. Вот. То есть у нас, по происшествии итерации, эти невязки, они уменьшаются, уменьшаются. Они характеризуют стабильность расчета и его схождение. То есть, что поток уже стал стабильным и он не меняется. Я остановлю расчет. Именно нужно назвать стоп и окей. Дождаться, когда дойдет террация. Если просто закрыть, он продолжит читать. Вот. И у вас компьютер будет использовать ресурсы компьютера. То есть, нужно именно остановить. Так. Я не буду нажимать постпроцесс резал знал. Вот. Когда я остановил, у меня автоматически появился вот этот файл. Сейчас я вам его покажу. Вот. Вот. Вот этот файл. 003 рез. Вот и у него объем какой. То есть, все эти файлы вот. Они имеют практически одинаковый объем файла и результатов. Объем файла, как правило, зависит от сетки. И зависит от сложности задач. То есть, если просто течение, это простая задача. Если там есть горение или какие-то частицы, это уже гораздо сложнее. Закрываем теперь solver. И открываем модуль просмотра результатов CFD Post. Откроем. У меня вот уже решенный. 003 это сегодняшний. Расчет еще не сошелся. Открою предыдущий. Там расчет, который сошелся. То есть, я дождался, когда завершатся все эти рации. Опять же, я подгружу сейчас некий файл, который будет, так сказать, в котором сохранены те настройки постпроцессинга, которые я уже выполнил. То есть, я уже там проанализировал течение, нарисовал различные вектора. Для этого открываю вот не load results, а load state. Вот какие-то есть. Это причем с другого расчета, но с той же задачи. Ну и что мы здесь видим интересно? Мы видим вектор абсолютной скорости продольной плоскости. Продольной плоскости. То есть, мы видим, что на входе равномерный поток. За завихрителем уже начинается завихрение, зона разряжения. В частности, если посмотреть, вектора, они все-таки объемные здесь. Мы видим уже закрутку потока. В частности, поток в неком сечении. Мы видим, что он закрученный. Видим, что он закрученный. Линии тока. Ну и много других параметров. То есть, таким образом, прочитав задачу, мы можем ее рассмотреть со всех сторон. Он практически погрузится в эту задачу, посмотреть в каждой точке, померить все интересующие нас параметры. В этом основное преимущество модуля ANSYS, в частности ANSYS CFX, для решения задач гидрогазодинамики. Конечно, каждый из этих модулей требует отдельного рассмотрения. Я думаю, что мы отдельно поговорим о каждом модуле и будем решать уже более сложные задачи. В частности, задачи с вращением потока, задачи с частицами, с горением, ну и многие другие, которые нас заинтересуют. На этом все. Спасибо за внимание.